Привет, меня зовут Алексей Лянгузов, я инженер, изобретатель и художник. Техническое образование готовило меня к постройке ядерных реакторов, но я мечтал рисовать. Эта явно несовместимость аналитического склада ума и тяги к гуманитарным наукам казалась недостатком. Но и так как творчество было настолько велика, что за несколько лет сомнений мозг сумел извлечь выгоду из этой ситуации и обратить недостаток к достоинству. Я решил совместить силу своего воображения с легкостью создающего в голове новые образы и неоспоримое преимущество машины, не знающей ошибки. В 2008 году я с головой ушел в разработку, у меня ничего не получалось, и оглядываясь назад, я удивляюсь, как не сдался тогда, после десятков неудач подряд. Но уже в 2011-м на подоконнике моей кухни первый робот-художник самостоятельно рисовал картину. В 21 веке никто не застрахован от автоматизации его труда. Роботы заменили сотни профессий, но мы были уверены, что творческие профессии достаточно защищены. Но так ли это? Я создавал роботов как продвинутый инструмент в руках художника, считая, что на него можно переложить рутинную работу и оставить себе только радость творчества. Но сейчас, применив к нему технологии искусственного интеллекта, появилась надежда на создание автономной художественной системы, позволяющей творить в соавторстве с человеком. Область моей деятельности относится к art and science и классифицируется как генеративное искусство. Я занимаюсь этим с 2008 года. Так вышло, что не подозревая о параллельном развитии этого направления в США и Европе, увлеченный своей разработкой, я пришел к генеративному искусству, изолированному от мирового опыта, совершенно другим путем. В мировой практике особое внимание уделяется визуальному образу, а результат существует только в цифровом виде. Но ценность изображения на экране нивелирована интернетом, он кишит картинками. Я ушел от идеи картинки на экране, организовал побег искусственного интеллекта и цифрового пространства физическое, разработав для него специальные механизмы. Расскажу, как это работает. Получив образ с помощью машинного зрения или непосредственно от художника, искусственный интеллект строит карту перемещения кистью по холсту таким образом, чтобы все штрихи в совокупности передавали его с максимальной точностью. Он пробует, меняет длину и углы наклона, направление движения кистью, он постоянно контролирует результат, многие миллионы раз, создавая в итоге чертеж будущей картины. Специально разработанный для этого механизм точно дозирует краски разной степени вязкости, накладывая штрихи друг на друга фактурными носками. Это достаточно длительный процесс, и на написание одной картины требуется неделя круглосуточной работы, которую мне, автору, приходится постоянно контролировать. Несмотря на высокий уровень автоматизации, это утомительный, но интересный процесс. В результате рождается живая, высокотехнологичная живопись, не похожая на традиционную работу художника. Это не одна картина, но 16 картин, написанных поверх друг друга. Они создают объем, фактуру, уникальный 3D-рисунок, отражающий свет, всякий раз по-новому. Это потрясающий эффект, добиться которого можно только глянцевыми эмалями. Но художники редко работают с ними, сложность исполнения практически недоступна человеку. Чтобы усилить эффект глянца, краску приходится наносить толстым слоем, не допуская при этом их смешения на холсте. Для этого потребовалось бы ожидать просушки каждого мазка перед нанесением следующего, но в таком случае работа над картиной растянется на годы. У машины есть неоспоримое преимущество – способность точно рассчитать движение на сотню тысяч шагов вперед. А зная положение каждого штриха определенного цвета, их можно нанести за раз, просушить и взяться за следующий. Так достигается многослойность изображения, его рельеф и эффект свечения. Все эти особенности формируют неповторимый, уникальный стиль картин робота-художника. Вы не спутайте их с другими. Одним из базовых умений современного художника является способность пропустить мир через себя и выдать его концентрат в образе. Когда художник выбирает на свой взгляд значимое событие и фокусирует на нем внимание, тем самым формирует современность. Это сложная и интересная тема. Могут ли роботы создавать предметы искусства? Или же это просто инструмент в руках художника? Но мир меняется и технология проникает во все сферы нашей жизни с пугающей интенсивностью. Это ли не символ 21 века? Сегодня робот держит кисть уверенно, его рука твердая и движения точны. Но наступит момент, когда искусственный интеллект увидит суть вещей и начнет мыслить образами. Вот моя цель и идея. Пройдите со мной по этому пути. Ведь роботы когда-нибудь захватят мир. Так пусть это будут роботы-художники. Заинтересовались идеей? Задайте вопрос по e-mail, подпишитесь на инстаграм, чтобы увидеть новые работы. Или посетите веб-сайт с более подробной информацией обо мне и технологиях. Редактор субтитров А.Семкин